Часть третья. Нефтяная наркозависимость. Но может быть можно без нефти обойтись? Жили же наши деды. Это самый интересный вопрос, который почему-то не всегда правильно понимается. Так зависит ли Запад от нефти? Является ли ее исчерпание проблемой? Да еще какой. А так ли уж нужна эта самая нефть? Вся промышленная революция базировалась на освоении новых источников энергии. На смену ветряным и водяным мельницам пришел пар, полученный от сжигания сначала дров, затем каменного угля. Человек нашел замену и грязному, и трудоемкому в добыче каменному углю в виде нефти и газа. Кто оценит, насколько был бы велик прогресс, если нефти и газа просто не было бы? Человек 19 века, чудом оказавшийся в нашем времени, вряд ли удивился бы спутниковому телевидению и сотовым телефонам. Скорее он огорчился бы, если бы этого не увидел. Но вот роль нефти, судя по фантастике конца 19 века, тогда недооценивали. Больше надеялись на превращение радиа. Масса вещей, олицетворяющих собой новую цивилизацию, невозможна без нефти и газа. Так или иначе, современная цивилизация базируется на дешевых и доступных источниках энергии, ископаемых углеводородах в жидкой и газообразной формах. Остальные источники, хотя и занимают иногда важное место в экономике, не так гибки и универсальны. Можно ли представить себе равноценный современному автомобиль без бензина или хотя бы сжиженного газа? А асфальтовые дороги? А экологически чистые города? Знаменитый дом на набережной не случайно был выстроен грязно-серым. Архитекторы понимали, что соседство с московской электростанцией, работавшей тогда на угле, требует скромности в выборе цвета. Если перевести энергоснабжение Москвы обратно на уголь, в атмосфере ежегодно окажутся десятки тысяч тонн сажа и сернистого ангидрида, даже при существующих технологиях. То же касается и других развитых стран. Сейчас страны Запада ежегодно потребляют несколько тонн условного топлива на человека. Причем чем совершеннее экономика, тем странная вещь, душевое потребление выше. Роль расточительности при этом невелика. Даже наша экономика по авторитетным оценкам имеет резерв за счет этого фактора, лишь 30%. А уж в мировой этой экономике улицу не обогревают и мазут в речку стараются не спускать. Рынок не побалуешь. Кто и сколько топлива, в частности нефти, в мире расходует? В отечественной литературе мне встречались независимые публикации на эту тему трех авторов. Докторов технических наук Клименко и Гагарина, и доктора физико-математических наук Хачитурова. Их данные различаются незначительно, а выводы следуют однозначные. Уровень развития страны жестко связан с потреблением энергии. Высокоразвитые потребляют много, слаборазвитые мало. Это очень существенный вопрос, и его нужно бы поставить в начале главы. Что служит критерием развитости, культурности страны? Мы все и сознательно, и бессознательно считаем, что есть некий идеал, к которому все страны и народы стремятся в своем развитии. И основное магистральное направление западной цивилизации к этому идеалу. Кто продвинулся по пути дальше, тот ближе к цели человечества, если считать, что человечество имеет цель. Мы подсознательно ведем список стран, более культурных с нашей точки зрения. Можем мы и отличить культурную нацию от некультурной, по тысячам признаков. Зайдите в любой стране в общественный туалет, и не ошибетесь. В культурной стране вы оказались, или путь к вершинам цивилизации у нее еще долог. Но хотелось бы иметь и критерии численные, просто вычисляемые, чтобы, не посещая страну, определить степень ее цивилизованности. Не говорить, как в человеке, высокий или среднего роста. Вот если скажешь 198 см при среднем росте и 175 см, тогда все понятно. Кто-то из прочитавших это спросит, а не путает ли уважаемый автор культуру и культурность, культуру и цивилизацию, прогресс человечества и развитие цивилизации. Немного путаю, конечно, как и все нормальные люди. Но как и они, я не безнадежен, и в конце концов смогу отличить развитие человечества от взлета или упадка конкретной цивилизации, которых на Земле было и есть до сих пор немало. Вот такой вычисляемый критерий цивилизованности для стран умеренного пояса весьма прост. Душевое потребление энергии. Все прочие показатели, как правило, коррелируют с ним. Как материальное количество на душу, холодильников, телевизоров и так далее, так и, так сказать, гуманитарные. И продолжительность жизни, и объемы телевещания, и всякое разное. А раз этот критерий главный, хотя бы из-за его простоты, то и ознакомимся с ним поближе. Для начала определимся, в каких единицах будем считать. Потребление энергии рассчитывается в нескольких единицах. У нас больше приняты тут тонны условного топлива. Один тут по теплотворной способности примерно соответствует тонне каменного угля. В англоязычной литературе тут называется TEA. Tonne of Coal Equivalent. Там, правда, больше принят нефтяной эквивалент TOE. Tonne of Coal Equivalent. По-русски TNE. Тонна нефтяного эквивалента. Другие виды топлива с определенным коэффициентом пересчитываются в угольный или нефтяной эквивалент. Соотношение между ними примерно такое же, как между теплотворной способностью каменного угля и нефти. Один тут соответствует примерно 0,7 ТНЭ. Естественно, эти единицы условны. Ведь различные сорта угля и нефти обладают различной теплотворной способностью. Одно дело подмосковный уголь с 30-40 зольностью, а другое дело кардивский или сучинекий из тех сортов, что в начале 20 века называли боевыми, подходящими для военных судов. То есть один тут и один TEA это даже не тонна неких условных угля и нефти, а теплотехнические единицы измерения с определенными коэффициентами, переводимые в обычные калории и джоули. То есть если сжечь тонну угля неправильно с потерями, то тепла на один тут не получишь. Один киловатт часа бывают разными. Тепловые и электрические. Если при сжигании одной тонны нефти можно получить тепла, что-то около указанного в таблице значения, то при производстве электроэнергии КПД преобразования менее 40%. Остальная же энергия превращается в тепло. Это и становится причиной невыгодности отопления электричеством. Электроплитка у нас дома выделяет лишь 40% энергии топлива, потрачиваемого для производства электричества. Остальные 60% остались вместе с сжиганием и на пути к нам. Это относится и к топливу ядерных электростанций. Для нашей страны был бы удобнее счет в нефтяном эквиваленте, потому что у нас в расчетах отопления используются гигакалории, а одна тонна нефтяного эквивалента почти точно равна 10 гигакалориям. Тут считать менее удобно. Одна тонна угольного эквивалента равна 7 гигакалориям. Интересно, что в Москве в расчетный прожиточный минимум входит 5 гигакалорий в год на человека. То, что идет на отопление. Электроэнергия на освещение и бытовую технику, на приготовление пищи сюда не входит. То есть считается, что прожиточный минимум отопления в Москве 0,5 тонн нефти или 0,7 тонн угля. Реально же Москва расходует по 5 тут на человека. В 7 раз больше прожиточного минимума. Но не кричите сходу, зажрались. Это не больше, чем в среднем по стране. Почему, кстати? Конечно, уровень комфорта в Москве выше, и живут москвичи богаче. Но чем теснее люди сбиваются в кучу, тем экономичнее отопление. Например, разбросанный по огромной территории Новосибирск, конечно, энергии потребляет много. Прикинем ради интереса, как жили и живут люди в деревне. Для отопления деревенского дома нужно не менее 20 кубов дров на зиму. Это около 8-10 тонн, примерно 3-4 тонны нефтяного эквивалента, на семью из 6-7 человек. Цифра получается близкой к современному минимуму. Но жили тогда действительно без излишеств. Из 4 комнат отапливали обычно 2, а в сильные морозы вся семья сбивалась в одну. Ежегодный прирост древесины в России обеспечивает примерно 0,6 тонны нефтяного эквивалента на душу, а в Финляндии около 2-12 кубометров прироста древесины на душу в год. Это значит, что при современном лесном хозяйстве и современной численности населения дерева в России хватит только на минимум отопления, может быть с расходом на транспорт, но не более. А вот каковы уровни потребления энергоносителей в некоторых странах и регионах мира для 1990 года по данным Хачатурова с округлением. Цифра первая в тоннах условного топлива, в ТУД. Цифра вторая в нефтяном эквиваленте. Цифра третья в ВВП на душу в год в тысячах долларов. Итак, США 11 в ТУД, 7,7 в нефтяном эквиваленте, 18,3 в ВВП на душу в год в тысячах долларов. Россия 8,5 в ТУД, 6 ровно в нефтяном эквиваленте, 8,1 в ВВП на душу в год в тысячах долларов. Европа 4,4 в ТУД, 3,1 в нефтяном эквиваленте, 7,6 в ВВП на душу в год в тысячах долларов. Япония 5,5 ровно в ТУД, 3,5 в нефтяном эквиваленте, 13,6 в ВВП на душу в год в тысячах долларов. Индия 0,5 в ТУД, 0,35 в нефтяном эквиваленте, 0,6 в ВВП на душу в год в тысячах долларов. Китай 0,8 в ТУД, 0,56 в нефтяном эквиваленте, 1,1 в ВВП на душу в год в тысячах долларов. Африка 0,5 в ТУД, 0,35 в нефтяном эквиваленте, 0,8 в ВВП на душу в год в тысячах долларов. Цифры настоящего времени за прошедшие 12 лет изменились не очень сильно, кроме стран СНГ. В России потребление энергии упало до 6 тонн. И Китая, там потребление уже к 98 году выросло чуть ли не вдвое, значительно выросло оно и в Индии. Видите, сейчас все развитые страны Запада ежегодно потребляют несколько тонн условного топлива на человека. Причем, чем совершеннее экономика, тем странная вещь, душевое потребление выше. Весьма высоко употребление на одного человека в США, 11 ТУД. Так это ведь самая развитая страна мира. Кто сомневается? В западной литературе эти цифры отдельно, как правило, не приводятся, чтобы не создавать превратного впечатления. Там обычно добавляются данные об объеме ВВП или об энергопотреблении, количестве продукции, произведенном на единицу потребленной энергии или наоборот. Большинство развитых стран, потратив одну тонну нефтяного эквивалента, производят ВВП на 2-3 тысячи долларов. В Японии даже на 4 тысячи. Миру от этого не легче. Да, энергия потребляется не просто так, не транжируется по пусту. Но если учесть, что большую часть ВВП составляют услуги и товары, потребляемые в том же западном мире, тем же золотым миллиардом, остальным-то 5 миллиардам все равно ничего не достается. Таким образом, расход энергии на душу населения – критерий высокого уровня жизни. Расход энергии на единицу ВВП говорит о чем-то другом. Поэтому показателю развитию страны от развивающихся не отличишь. Вопреки многочисленным утверждениям о наступлении информационной эры, когда энергии и материалы почти не расходуются, в действительности высокий жизненный уровень обеспечивается расходом ресурсов. К сожалению, трудно найти данные, какая именно часть энергоресурсов, да и других материалов расходуется на конечное потребление, а какая на производство. Что идет на комфорт, кондишн, джакузи, подогрев бассейнов, а что на промышленность. Разделить сложно. Все равно, что определить грань между необходимым и излишним потреблением. Одну и ту же вещь кто-то считает роскошью, а другой без нее жизни не представляет. Но понятно и так, чем больше расход ресурсов, тем выше и уровень жизни. Насколько наш информационный мир зависит от материального? Несколько лет назад в брошюре с сочным названием «Крах доллара в 2000 год» этот вопрос обсуждался. Были две крайних точки зрения. Некоторые утверждали, что современная цивилизация западного типа главным образом информационная. А я утверждал обратное, что качество жизни западных стран впрямую зависит от массивного потребления ресурсов. Массового. А понятие информационной цивилизации миф, предназначенный для сокрытия этой грубой истины. Свою позицию я смягчу, но не сильно. Комфортность цивилизации современного типа значительно зависит от траты ресурсов. И минимизировать затраты, не снижая ее уровень, очень трудно. Примеров обратного мало. Например, удельное потребление энергии в США благодаря нефтяным кризисам 70-х, начало 80-х годов снизилось. Американские автомобили вместо 18 литров бензина на 100 км пробега стали тратить лишь 10, но это лишь сближение с общемировым уровнем. Кроме того, реальный жизненный уровень в США, начиная с 70-х годов, не увеличивается, а реальная заработная плата 80% работающих даже понижается. Опять-таки, простите за грубость, но комфортность современного дома на 90% зависит от наличия или отсутствия современной канализации. Эта мысль не моя, так утверждается в книгах зарубежных авторах по индивидуальному строительству. И это в сравнительно теплой Европе, даже не в России, где на дворе может быть и минус 50, а уж минус 20 градусов по Цельсию бывает практически везде. Поэтому нужны не только чугунные и стальные трубы и фаянсовые изделия в доме. Если живешь в местности, где вода добывается из колодцев 40-метровой глубины, ватер-клозет становится роскошью. Нужно гарантированное водоснабжение. А оно, скорее всего, требует электроснабжения и прочей инфраструктуры. И все это выливается в расход энергии. Поэтому одной экономией на расходе двигателем бензина не обойдешься. Уровень жизни Запада уже давно не определяется куском хлеба и крышей над головой. Это действительно уровень личной свободы. Но не в примитивном, идеологизированном варианте. Комфортность современного автомобиля, независимо от модели, превышает таковую. Даже самого удобного общественного транспорта по одному самому существенному параметру. В автомобиле едешь так и туда, когда и как желаешь. В идеале не нужно согласовывать свои планы с расписаниями общественного транспорта. Но эта свобода стоит дорого. Имеется в виду не только расход нефти на бензин или производство самого автомобиля. Это расход энергии на создание и поддержание в рабочем состоянии дорожной сети и всей инфраструктуры, требуемой транспортом. Но не только иллюзорную свободу дает автомобиль. Его обладатель обычно трудится как пчелка и пользуется автомобилем как ежедневным транспортом. В свое удовольствие он может покататься только во время короткого отпуска. Автомобиль указатель общественного статуса. Он не совсем для нас понятное явление. Но как рассказывали мне наши эмигранты, если ты работаешь в фирме, то твое жилье и автомобиль должны соответствовать общему уровню. Я не знаю точно, что происходит с теми, кто с целью экономии, например, продолжает жить не в том районе и ездить на машине, как у Слэджхаммера или лейтенанта Коломбо. Думаю, служебные перспективы такого оригинала не блестяще. И что особенно неприятно в свете обсуждаемой темы, автомобиль должен быть новым. Западное общество заставляет своих граждан тратить ресурсы очень изощренными способами. Например, на машины старше трех лет страховка существенно дорожает. А езда без страховки граничит с преступлением, если уже не является им. Поэтому на западе семилетняя машина стоит дешево, именно потому, что слишком дорого обходится владельцу. И подозреваю, если бы мы эти машины отказались покупать у них, то они отдавали бы их даром. И все это при том, что на старых западных машинах вполне можно ездить. Правда, недолго. Ушли в прошлые времена, когда машины были долговечны. Они могут быть долговечны, но по случайности. Такое требование не заложено в их конструкцию, как и ремонтопригодность в любых условиях. Более того, сейчас применяется концепция контролируемого износа. Что это такое? Если найти на помойке старый советский цветной телевизор, пока его не обнаружат бомжи, в нем можно обнаружить вполне работоспособные блоки. Например, блок питания с массивными трансформаторами и дросселями из специальной стали и цветных металлов. Но сам телевизор, скорее всего, не работоспособен. Некоторые детали вышли из строя электролитические конденсаторы, трубка. Хотя его вполне можно при желании восстановить. А вот если что-то выходит из строя в современных телевизорах, ремонт смысла не имеет. Вскоре посыплется все. Это касается различных видов техники. Но само понятие контролируемого износа было введено американскими автомобилестроителями. По достижении определенного возраста автомобиль должен выйти из строя полностью. Нет смысла тратиться на долговечные узлы, если вся машина пойдет на свалку. Вообще сейчас считается, что допустим лишь один серьезный ремонт сложного технического изделия. Если выходит из строя два узла, дешевле купить новые. Это совсем не потому, что американские инженеры не знакомы со стандартизацией или не умеют работать на перспективу. Напротив, они могут и других этому получить. Есть под Москвой в Кубинке уникальный танковый музей. Из нашей культур-мультур вообще мало что выдерживает сравнение с заграницей. Но этот музей вполне по экспонатам, конечно, и уровню экскурсоводов, а не по комфорту и сервису. Он лучший в мире. И понимающие люди именно туда возят иностранцев, если хотят их поразить. Даже западных звезд шоу-бизнеса. Был там и Джим Керри. Говорят, пришел в дикий восторг. Так вот, тамошние гиды, я застал еще тех, кто в войну горел в танках по 3-4 раза, уж они-то дело знали. Отзывались об американской технике взвешенно, но очень хвалили стандартизацию. Даже когда туда привозили побитую современную технику из Вьетнама, а затем с Ближнего Востока, удавалось восстанавливать ее с использованием запчастей еще от танков Второй мировой, прибывших по Ленд-Лизу. Катки, например, долго использовались одни и те же. Но тогда задача у американских инженеров была другая. А сейчас она, похоже, изменилась. Как можно больше ресурсов израсходовать, принудить потреблять все больше и больше? Резюмируем. Цивилизация западного типа характеризуется высоким уровнем расходования природных ресурсов, но значительная часть их расходуется не на удовлетворение основных жизненных потребностей, а вследствие сформировавшихся стереотипов в соответствии определенным стандартам поведения. Таким образом, основная доля затрачиваемых западных ресурсов идет не на жизненные потребности. Эти траты определяются принятым стилем жизни. Были же в Древнем Риме периоды, когда Шиком считал использоваться не украшениями из золота, а пудрой из него, чтобы это золото нельзя было второй раз использовать. Но изменить сложившийся образ жизни запад не может. Живут люди, не умирают при потреблении энергии в десятки раз меньше, чем в США, но запад даже не хочет задуматься, как это им удается, и что такая ситуация возникнет когда-то и у них. Откажись сейчас от личных автомобилей и дополнительная нагрузка на другие виды транспорта и отрасли промышленности, железнодорожное строительство, например, будет несравнимо меньше отмененной автомобильной. Но это нереально. Многое может запад не может только по собственной инициативе сократить потребление. Заметен в расходе энергии, конечно, и географический фактор. Если кто забыл, граничное условие, упомянутое в начале, напомню, критерий цивилизованности действительен для стран умеренного пояса. Кто севернее, тот имеет в энергопотреблении еще и отопительную составляющую. Канадцы потребляют даже 13,5 тонн, хотя уровень жизни там несколько ниже, чем в США, а производят канадцы меньше 1000 на 1,5 долларов на 1 тоя. Хотя в населенных регионах Канады и выращивают персики, виноград и табак. Все же это страна северная за фазовым переходом. Но даже самые северные канадцы, эскимосы, расходуют энергоносители гораздо меньше европейцев. Россияне при слабой экономике не сильно отстают по дышевому потреблению энергии от американцев. Сейчас всего раза в два. Тоже, несомненно, географический фактор. Мы мало что производим, но простое выживание требует затрат. По некоторым оценкам, отопление у нас забирает 2 трети используемой энергии. Что интересно, у развивающихся стран часто тоже соотношение между ВВП и потреблением энергии, что и у стран Запада. Они гораздо меньше производят ВВП на душу, но меньше и используют. То есть нельзя сказать, что отсталость в технологии выражается в меньшей экономичности потребления энергии. Вот такой итог. Качество жизни в нынешнем понимании прямо зависит от потребления энергии на душу населения. И экономичность потребления энергии в процессе производства о развитости страны ничего не говорит. То есть понятие западная культура синонимично понятию потребления на душу. И это не эмоциональная оценка, а медицинский факт. Ну, отбичевания яств вернемся к делу. А какое место в балансе занимает собственно нефть? Ведь вес различных энергоносителей в структуре потребления разных стран различен. Те же финны, хотя это и ядерная мирная держава, за счет дров получают энергии больше, чем от атомной станции. Для развитых стран данными я располагаю. Это объемы суммарного потребления нефтепродуктов в пересчете на нефть. Цифры приведены преимущественно по европейским, а также некоторым другим развитым государствам. Извините, что разбивка по регионам не совсем совпадает с предыдущими таблицами. Цифра первая. 1990 год. Цифра вторая. 1994 год. Итак, Австрия. 1316-1336. Люксембург. 4308-4833. Бельгия. 1718-1907. Нидерланды. 1361-1394. Великобритания. 1302-1277. Норвегия. 1847-1802. Германия. 1479-1546. Португалия. 1065-1170. Греция. 1169-1197. США. 2770-2723. Дания. 1578-1620. Финляндия. 2002-1844. Ирландия. 1186-1429. Франция. 1413-1376. Исландия. 2109-2405. Швейцария. 1926-1743. Испания. 1030-1241. Швеция. 1727-1752. Италия. 1413-1436. Япония. 1851-1960. Напоминаю, это потребление нефти на душу населения в килограммах в некоторых развитых странах в 1990 и 1994 году. В России потребление нефти, включая ГКЖ на душу населения в 1990 году составило 1500 килограмм, в 1994 – 1290 и в 1995 году – 1230 килограмм. И при этом, к 2002 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту нефти. Поразительное достижение. Итак, треть потребляемой в США энергии приходится на нефть. В Японии более 50%. Где-то меньше четверть, как у нас, а где-то существенно больше. Итак, если нефть будет труднодоступна, разве это критично для современной цивилизации? Уж на четверть-то ужаться в своих потребностях можно? Можно, но давайте посмотрим на некоторые частные моменты. Кровь Запада, лицо Запада. Можно возникнуть вопрос, а так ли уж важна для современной цивилизации именно нефть? В мире есть газ, уголь, атомная энергия. Да и неистащимая термоядерная энергия может быть получена в любой момент. К сожалению или к счастью, без нефти современная цивилизация приобретет совсем иной облик. Кстати, современная цивилизация это синоним термина цивилизация западного типа. Справедливо это или нет, но мы считаем национальную цивилизацию, тем более современной, чем больше она похожа на среднезападную, которая в свою очередь должна быть похожей на американскую. Так вот, именно нефть определяет лицо западной цивилизации. Это не просто треть потребляемой энергии, это лучшая, самая деликатесная треть. Вспомните, что было выставлено в витрине Запада, когда мы с ними находились в конфронтации. Автомобили, автострады, самолеты, коттеджи и изобилие продуктов благодаря развитому сельскому хозяйству. Именно этим американцы и победили русскую интеллигенцию, после чего посыпалось и все остальное. Почти весь этот перечень полностью или в значительной степени зависит от нефти. Что еще есть на Западе такого привлекательного? Разве что Голливуд, в фильмах которого мы и могли увидеть автомобили, автострады, самолеты, коттеджи и изобилие продуктов. Почему в США так много потребляют нефти? Это автомобиль, без которого американец как монгол без коня. Это грузовой автомобиль, на котором базируется, наверное, лучшая в мире система розничной торговли. Это тепло и электроснабжение. Там очень распространены автономные источники энергогенератора в масштабе дома или небольшого комплекса. Хотя и теплостанций на угле и газе тоже достаточно. Это индустрия удобрений и сельскохозяйственная техника, без которых Америка не имела бы в руках продовольственного оружия. Это водокачки, сельское хозяйство Америки в значительной степени поливное. И это не только Америка или Япония, где нефть занимает в балансе даже 50%. Приходится ли вам ждать автобуса на остановке? Чтобы скоротать время, попробуйте найти вокруг вещи и явления, имеющие отношение к нефти или без нее вообще невозможные. Вот шуршат мимо шинами шикарные и не очень автомашины. Едут они на бензине или солярке в дизельном топливе. А это продукт переработки нефти. Их шины сделаны из синтетических каучуков, некоторых других веществ. А это нефтехимия. Ну а как же им существовать без нефти? И краска на автомобиле тоже имеет отношение к нефти. И множество пластмассовых деталей. В небе след от пролетевшего самолета. Его турбины работают на авиационном керосине. Он производится тоже из нефти. Кстати, без разнообразных машинных масел и смазок современная техника не работает. Причем даже обычный автомобиль требует 4-5 различных них сортов. А военный корабль несколько десятков. Посмотрим под ноги. Асфальт для дорог в конце концов тоже нефть. Современный асфальт продукт нефтепереработки. Это смесь нефтепродукта гудрона с песком и щебнем. А гудрон представляет собой смесь битума с известковым порошком. Битум получается из нефти после извлечения бензина, солярки и мазута. Не было бы нефти, производство асфальта было бы очень затруднительным. Не невозможно. Битум есть и в других ископаемых, даже в торфе. Но там его мало. В качестве связующего можно использовать продукты переработки каменного угля. Каменноугольный пек. Но продукт будет хуже и дороже. То есть строительство дорог станет дороже. И кому-то машина уже окажется не по карману. Следовательно автомобилистов будет меньше. А чем меньше масштабы какого-то производства, тем единицы продукции становятся дороже. Итак. Исчезния нефть и в конце концов новое дорожное строительство вряд ли будет возможным. Да и поддержание в рабочем состоянии уже построенного затруднится. Ремонт дорог целая индустрия. По нормативу в Московской области за зиму дорожное покрытие замерзает и оттаивает 40 раз. 40 раз вода превращается в лед, расширяется и углубляется в трещины. Сразу после исчезновения нефти всего в течение 50 лет асфальтовые дороги у нас станут совершенно непроезжими. Правда если по ним будут продолжать ездить. В Америке дороги подолговечнее. Но и только. Без ремонта они потрескаются и в Оклахоме. А есть некоторые вещи на первый взгляд не имеющие отношения к нефти. Дома, одежда. Но все современные строительные материалы очень энергоемкие в производстве. А ткани используемые в легкой промышленности являются продукцией органического синтеза. Либо высокомеханизированного сельского хозяйства. Поэтому когда закончится нефть. Исчезнет и современная часто называемая автомобильная цивилизация. Подробнее эпохальное событие трудно даже вообразить. Что свидетельствует об ограниченности нашего воображения. А не о невозможности или малой вероятности самого события. Автомобиль вовсе не правило, не закон природы. Это не такой извечный спутник гумо-сапиенса, как ячмень или собака. Он скорее исключение. И при всех его положительных качествах не обещает полного счастья для человечества. Подозреваю даже, хотя я не могу доказать, что можно быть счастливым и без автомобиля. Наши прадеды, возможно, видели автомобиль, но мало кто на нем ездил. А они прожили насыщенную и небезрадостную жизнь. В структуре потребления энергоносителей нефть занимает очень важное место. Она придает жизни западное качество, обеспечивая по сравнению с твердым топливом большую экологичность, а по сравнению с газом, атомной и гидроэнергией большую мобильность. Жидкое топливо самое удобное в перевозке и хранении, а удобное значит наиболее экономичное. Заменить его трудно. Даже жиженый газ менее удобен. А главное, его тоже не очень много. Хватит даже на меньший срок, чем нефти. И даже после приручения термоядерной энергии, наша прозападная цивилизация не сохранит привычного нам облика. Проект трактора с термоядерным двигателем, это уж точно фантастика. Термояд даст только электричество, неудобное в мелкой расфасовке. В какое топливо для индивидуального транспорта можно преобразовать электричество? С электромобилями что-то не очень получается. Что можно синтезировать химическое? В качестве источника энергии для автомобиля можно использовать лишь водород, получаемый электролизом. Но водородная технология нуждается в серьезной доработке. Когда-то, до Первой мировой войны, германские инженеры мечтали об электротракторах. А мы их даже испытывали, электроплуги числились в плане Гойл-Ро, но это оказалось тупиковый путь. Трактора с ДВС оказались выгоднее. Может быть при наличии дешевой электроэнергии, можно синтезировать из воды и воздуха углеводороды, тот же бензин. Никогда о таких технологиях не слышал, может быть. Конечно, дешевое электричество от термоядерных станций получить невозможно. Возможно. Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Отодвигается мирный термояд все в более и более сияющей дали. Нескоро и опытный реактор построят, если построят вообще. С другой стороны, потребление нефти имеет двоякий характер. Помимо прочего, нефть не только топливо, еще и оргсинтез. Часть ее расходуется не на выработку энергии, а в качестве сырья в производстве различных продуктов, вплоть до кормовой и белковой массы. Но это экзотика. А вот лакокраски, синтетические волокна, современные строительные и конструкционные материалы – суть результат оргсинтеза. Интересно, что в сравнении производства в позднем СССР и США по многим статьям не только по ядерным бомбам был достигнут паритет. А в отраслях, базирующихся на оргсинтезе, разница была разительной. По синтетическим волокнам, по пластмассам количество в десятки раз в пользу Америки и настолько же качественно. И вот именно эти прогрессивные отрасли, то, что отличало западный образ жизни от советского, попадает под удар дефицита нефти. То есть итогом становится, если можно так выразиться, качество жизни. Но и количество тоже. Вот на поле грохочет трактор. Работает он на солярке. Современное сельское хозяйство – это во многом преобразование минеральных калорий в пищевые. В некоторых странах уж точно, причем именно в странах с развитым по современным понятиям сельским хозяйством. Сельское хозяйство – предмет зависти многих народов и мощное орудие американской политики. Во многом зависит от топлива. Именно поэтому работает многочисленная и совершенная техника. А также действуют системы полива. Подсчитано, что для получения одной пищевой калории современное сельское хозяйство западного типа тратит до 10 минеральных калорий. Точнее так, энергетическая ценность пищи одной американской души – 3,6 гига джоулей в год. Причем на ее производство в США затрачивается 35 гига джоулей разнообразной энергии, в основном минерального топлива и это не считая 80 гига джоулей солнечной энергии, используемой при фотосинтезе пищевыми растениями. Не удивляйтесь, куда девается основная часть этих 80 солнечных гига джоулей, если не в еду. В действительности, примерное соотношение между пищевой и прочей биомассой именно таково. При производстве хлебных злаков основные калории более 90% остаются в соломе и прочей шелухе. И русский крестьянин умел ее использовать в качестве корма, иначе крестьянское хозяйство России не существовало бы. Правда, по-моему, трудно считать развитым и просто хорошим сельское хозяйство, существующее всего несколько лет, благодаря накопленным за миллионы лет питательным веществам. А дальше-то что? На многих территориях и в США, и в России сельское хозяйство без дизельного топлива просто невозможно. Минеральное топливо не только повысило продуктивность земледелия, оно раздвинуло его границы на макроуровне, принеся его в обширные регионы, где оно невозможно без техники, работающей на солярке. На микроуровне оно позволяет возделывать ранее неиспользуемые участки земли и давно обжитых местностях. И это касается не только таких развитых стран на Алтае. В одном из отдаленных обширных районов пришлось услышать в качестве анекдота следующую историю. В войну случилось там ДТП. Соль этого события в том, что на весь район оставались только две автомашины, вездеход секретаря райкома и бензовоз. Остальные были мобилизованы. Вот эти транспортные средства дорогу и не поделили. Но кроме курьезности события, хорошо описывающего нравы отечественных водителей, для нас важно упоминание приоритетов того времени. Если подумать, как были нужны на фронте бензовозы и водители, но без немногочисленных тогда тракторов и комбайнов было бы меньше хлеба, без которого на фронте еще хуже, чем без бензовозов. Так что давненько уже даже наше сельское хозяйство село на нефтяную иглу. Аж в 1940-е годы. Чем колхозы до войны были привлекательны для крестьян и почему они повысили продуктивность земледелия? Земля-то оставалась той же, что у единоличника. Просто часть работы можно было переложить на плечи машин. Колхозам выделялась земля, пригодная для машинной обработки. Это, кстати, и побуждало крестьян вступать в колхоз. Крестьяне, если была земля, просто не успевали ее обработать. И сроки коротки, и при низкой урожайности нужно было много площадей спахать. Убери из села технику и потребуется в несколько раз увеличить его население. Как? Чем можно заменить топливо из нефти? Часто можно слышать, что другие виды топлива удобнее, экологически чище и даже чуть ли не экономически выгоднее. Как говорится в известном анекдоте про диспут между учеными и армейским старшиной. Если вы такие умные, то почему в стройном-то не ходите? Если другие виды топлива лучше, то почему до сих пор потребляется столько нефти? Да потому что нефть лучше. Действительно, жидкое топливо, универсальное, универсальнее твердого и газообразного. Оно легко дозируется, легко подается в топку. Достаточно удобно грузится, перевозится и хранится. Оно энергетично. Как мы понимаем и помним из школьной программы, вода в 800 раз плотнее воздуха. Аналогично топливо из нефти приблизительно в 1000 раз плотнее газообразного при нормальном давлении. Так что, либо делай емкости и трубопроводы очень большими, либо сжижай и сжимай газ. Все это хлопоты и затраты. Как, например, собирать газ с изолированных вышек в океане, если нет трубопровода. Нефть можно собирать в емкости и сливать в подходящие танкеры. С газом хлопот больше. Самолеты на сжиженном природном газе в экспериментальном варианте существуют. И автомобили тоже. Но топливные баки органично вписаны в конструкцию самолета. А разработку самолетов под газовое топливо придется проводить заново. Газ требует герметичных баков, рассчитанных на высокое давление. В баночку его не перельешь. Если встал на трассе без топлива, без буксира до заправки не доедешь. Свои жигули я не перевел на газ. Баллон в багажнике мне не нужен. Разработана опытная конструкция вертолета на газу. Но мало того, что баллоны там на внешней подвеске, вертолет еще и оснащен системой предупреждения и превышения допустимой концентрации газа в салоне. По понятным причинам. Короче говоря, жидкое топливо удобнее. Это понимаем и мы, представители технологически высокоразвитой цивилизации. Понимают это и люди, находящиеся на другом ее краю. Перечитайте Белую гвардию Булгакова. Чего хотели в гражданскую крестьяне от города? Во-первых, чтобы горожане не тянули руки к крестьянскому хлебу. Хлебушек наш никому не дадим. А во-вторых, чтобы из города привозили газ. Керосин. Не очень-то здорово жить при лучине. Не такое это удобное средство освещения, да и пожароопасное. Мои сослуживцы, вспоминая Афганскую войну, рассказывали. Стоит бронеколония. Стоит бронеколония войти в деревню. Со всех сторон бегут жители с жестянками. Прося отлить из баков БМП немного солярки. Даже там, где вязанка соломы уже значительная ценность, знают и умеют использовать жидкое топливо. Когда в Армении разразился жесточайший энергетический кризис, газ отключили блокадой, а по требованию экологов остановили атомную станцию, местные жители, выбив на дрова все парки и скверы, развернули производство кустарных печек и светильников. Главным образом на солярке, кстати, в основном азербайджанской, блокада блокадой, а бизнес бизнесом. Пушкин предъявлял в свое время претензии к развитию науки и обещал поверить в ее прогресс, только когда она изобретет свечи с вителями без нагара. Необходимость постоянно снимать его специальными щипцами нарушала вдохновение. Наука даже превзошла самые смелые мечты Пушкина. Правда, на поэтической квалификации современных поэтов это в лучшую сторону не отразилось. Но вот заменить земляное масло наука пока не может. Чем заменить бензин и солярку? Можно ли иметь жидкое топливо, не имея нефти? Можно. Ветераны вспоминали, что на полях танковых сражений Второй мировой войны хорошо были видны потери. Наши подбитые танки чадили густым черным дымом от солярки, а немецкие заметно отличались по светлому дыму от синтетического бензина. Бензин можно получать из каменного угля. Немцы умели это делать еще во время Второй мировой войны. Даже, пожалуй, лидировали в этой области. Были у них проекты промышленных городских комплексов, производящих на базе местонарождений каменного угля горючий газ, бензин и горячую воду для отопления городов. Если бы не война и дешевая послевоенная нефть, это, несомненно, было бы реализовано. Последний завод по производству синтетического бензина закрылся в ФРГ в 1960-х годах. Думаю, запасливые западные союзники захватили эту технологию как технологию цветной фотографии, благодаря чему в фотоиндустрии сейчас лидируют американцы, а не немцы. Но, естественно, такой бензин дороже нефтяного, а его производство в центре Европы потребует дорогих мер экологической защиты. В этом и состоит корень проблемы. Современный мир не понимает слов «удобней», «экологичней» и так далее. Он понимает только «выгодней». Но какой предприниматель будет пользоваться дорогим синтетическим топливом, если его конкурент сможет покупать дешевое природное? Чесночный принцип. Или все, или никто. Вот если правительство введет налог на природное топливо и уравняет цены на виды топлива по их потребительским свойствам, тогда да. То есть меры по переходу на иные источники энергии должны проводиться мировым правительством, а не национальным. Но такого пока нет. А если будет, чьи интересы оно будет отстаивать? Индусов, потребляющих 0,5 тут, или американцев с 11 тут. Мир, лишившись нефти, будет менее удобным. А главное, станет беднее. Кого это затронет в первую очередь? Да не Буркина, Фасо, понятно. Затронет это основных потребителей нефти. И уже начало затрагивать. Многое может современное общество. Хотел записать западное. Ну и наше тоже. Но одного не может. Не может ограничить собственные потребности. А придется. И дефицит нефти на различных странах и народах скажется по-разному. Рейкьявик, Рейкьявик. Структура потребления доля различных энергоресурсов в каждой стране различна и определяется целыми комплексом причин. Вот интересная страна, Исландия. Расположена на острове так далеко к северу, что не будь гольфстрима, она бы была закована морскими льдами большую часть года. Да и суша представляла бы что-то вроде маленькой Антарктиды. А там-то не то, чтобы тепло, но море почти никогда не замерзает. Зимой около нуля. Летом в июле плюс 12. Земля ровная. Там травка растет, овечки пасутся, а на горах ледники. И еще это страна с вулканичной активностью. Раскаленное сердце земли бьется там близко к поверхности. Потому действуют вулканы и гейзеры. Частенько приходится слышать в различных аудиториях изумительную историю, что исландцы снабжают бананами и лимонами чуть не всю Европу. Откуда берет начало эта байка? Ума не приложу. Даже заглядывал в справочник, чтобы удостовериться. Нет, все правильно. Структуре ВВП этой страны преобладает рыбная ловля и рыбообработка. Процентов так не менее 70. Остальное животноводство. Конечно, уникальная Исландия тем, что там горячая вода течет прямо из земли. И проблем с отоплением домов, естественно, при желании и теплиц нет. Но ведь растениям нужна еще и определенная интенсивность освещения. А страна-то северная. Зимой-то хоть не холодно, но темно. Да и наоборот. Летнее солнце сутки напролет. Вряд ли нравится лимонам и бананам. Конечно, их могут выращивать и выращивают. Но товарное производство на весь европейский рынок маловероятно. Но оказывается, даже наличие гейзеров не избавляет страну от нефтяной зависимости. Так почему же Исландия находится среди лидеров по дышевому потреблению нефти? Уступая только Люксембургу и США. Думаю, не для котельных исландцы используют нефть. Дело в том, что с точки зрения экономической географии, до революции ее называли еще коммерческой географией, это одна из самых удобных территорий для базирования рыбаков и рыбной промышленности. Легко найти подходящие бухты. Береговая линия сильно изрезана. Есть пресная вода и горячая в том числе. Порты не замерзают. Но не бывает и жарко. Рыбу легко и безопасно хранить и перерабатывать. Потому и живут исландцы рыбой. И пока морской транспорт недорог, исландцам следует опасаться только исчерпания океанских биоресурсов. Но рыболовный флот нуждается в жидком топливе. Интересно знать, возможно ли перевести современный рыболовный флот хотя бы на уголь. Боюсь, после исчерпания нефти и нагрузка на биоресурсы океана существенно снизится. Ведь именно жидкое топливо расширило в 20 веке радиус действия и автономность кораблей. А без определенной тяговооруженности некоторые способы ловля будут недоступны. Но парусникам или веслами современный трал не потянешь. И потому парусно-паровой рыболовецкий флот будет менее производительным. Может быть до этого в 21 веке еще не дойдет. Поскольку разработаны варианты получения дизельного топлива и без нефти. Но уже можно нам начинать вспоминать, как и из чего делаются парусины. Намечается оптовый покупатель. Существует такой критерий. Энергозатраты на единицу получаемой пищевой энергии. Он условный. Затрачиваемые калории минерального топлива соотносятся с калориями получаемых пищевых продуктов. Так вот, современная рыбная промышленность очень затратная. На одну калорию рыбопродуктов приходится от одной калории минерального топлива, традиционное прибрежное рыболовство, до 250 калорий, высоко механизированное океанское. Естественно, рыбу ловят не только ради калорий, это и белки, и витамины, и микроэлементы, да и вкусны дары моря. Но все же, все же, и так-то трудная и опасная рыбацкая профессия. А без дизеля, да и туризм в Исландию, тоже современная статья дохода, примет черты экстремального. Одно дело слетать в рейкьявик на самолете или сплавать на комфортабельном лайнере. Другое дело выворачивать кишки на паруснике. Недаром даже скиф Анахарсис, один из семи греческих мудрецов, затруднялся, кому относить путешествующих по морю, к живым или к мертвым. В чем-то похожа ситуация в Норвегии. Сейчас норвежцам даже не нужен свой газ, они его почти полностью продают в Европу. По сути, это они наряду с Газпромом Германию и газом снабжают, и нефтью тоже. Кроме того, благодаря горным рекам страна полностью обеспечена электроэнергией, самой дешевой в Европе. Поэтому Норвегия страна алюминиевых заводов. И тем не менее, без нефти не обходится. И по потреблению находится в числе лидеров. Видимо, все из-за того же рыболовецкого флота. Поскольку норвежцы, как и исландцы, самой природой приговорены заниматься рыбой, крабов камчатских мы еще не завезли, точнее завезли-то в свое Баренцево море, но они мигрируют потихоньку в Норвежское море, теплее им там, видите ли. Правда, в Норвегии нет гейзеров, но пока есть собственная нефть. И по экспорту, по ее экспорту, норвежцы в последние годы частенько входят в тройку лидеров. А главное, норвежцы ее хозяева, поскольку, как все приличные люди, не раздали иностранцам и приватизаторам, и добывают сами национальные государственные компании. Норвежцы освоили еще и интенсивное рыбное хозяйство, и не только рыбное собирательство. Ведь современная рыбная ловля, по сути, ничем не отличается от собирательства, как в каменном веке. А норвежцы умеют вести морское фермерское хозяйство. Норвегия – страна фьордов, узких, но глубоких и полноводных заливов. Их легко перегораживать, и рыба, даже такая деликатесная, как семга, в них хорошо себя чувствует. Но кроме такого подарка от природы, норвежцы еще умеют рыбу соответствующим образом кормить. Думаю, вообще секретов в этом деле много. Большая часть продаваемой у нас норвежской семги выращена таким образом. Хорошая рыба семга, да еще откормленная на вкусных и сытных кормах, прожившая счастливую жизнь без стрессов и забот. И еще в Норвегии есть фонд будущих поколений. За счет доходов от продажи нефти там формируется специальный фонд, средства, из него предназначенные для подготовки к следующей эпохе, когда норвежцы будут жить без нефти. Вам хочется подробностей? Что это за фонд? Какой процент туда идет? Где деньги хранятся? И на что конкретно тратятся? А вы почитайте нашу прессу, посмотрите наше телевидение. Эти уважаемые организации свободны, благородны и информированы. И они, конечно, много говорят и пишут о таких важных вещах, как обеспечение будущности нашего народа, о том, как другие культурные нации об этом заботятся. Вот на примере Исландии хорошо видно, что без нефти современные развитые страны будут отодвинуты поближе к 19 веку. Как мы помним, веку угля и пара. Другие пострадают, но видны в их хозяйстве ростки новой цивилизации, для которой нефть не так уж и нужна. Перспективы для мира и ОПЕК Для того, чтобы без помех достичь благословенной пары конца современной цивилизации, нам придется пройти ряд исторических этапов. Вернемся от проблем цивилизации к геополитике. Добыча нефти ведется в мире неравномерно. В зависимости от близости к потребителю, дешевизны, способа добычи, а также политики собственников. Одни местонождения эксплуатируются интенсивнее других. Так весьма активно разрабатывается нефтегазовое месторождение Северного моря и Северной Африки, наиболее близкие к потребителям Западной Европы. По доступным данным, нефтяная промышленность США уже давно вступила в период истощения существующих ресурсов. В регионах, находящихся в США или где-то рядом, перспективы нефтеразведки не блестящие. Все уже обследовано, американская геология хорошо проработала на своей территории. Пик открытий пришелся на 1930-е и 40-е годы. Нет никаких шансов обеспечить в ближайшие годы хотя бы восполнение запасов. Такая, такая же, если не хуже ситуация в Западной Европе, только в Северном море, в Норвежском секторе остались некоторые шансы на открытие новых крупных месторождений. Россия занимает в современном экспорте нефти позиции, существенно превышающие ее положение в рейтинге газозапасов, а именно первое. В то же время страны ОПЕК экспортируют относительно своих ресурсов 76%, меньше занимая в мировом экспорте лишь около 45%. Зато по отношению к остальному миру в странах ОПЕК успешнее восполняется ресурсная база. Если во всем мире к доказанным ресурсам добавляется ежегодно 0,7-0,8%, то в странах ОПЕК более 1%. Таким образом, в некоторых регионах исчерпание запасов проявляется быстрее, чем в других. Конкретные данные на 1995 год таковы. Обеспеченность основных нефтедобывающих стран характеризовалась следующими величинами коэффициент кратности запасов ККЗ лет. Великобритания 4,7%, Канада 7,5%, Норвегия 8%, США 9,4%, Египет 12%, Китай 22%, Нигерия 30%, Мексика 51%, Иран 67%, Венесуэла 69%, Саудовская Аравия 89%, Индонезия 106,5%, Объединенные Арабские Эмираты 124%, Кувейт 129%. Считается, что уровень добычи становится неустойчивым и обнаруживает тенденцию к падению при снижении ККЗ до 5. Такая ситуация возникает по двум причинам. Либо территория богата, но плохо разведана. Тогда для повышения ККЗ нужно просто побольше вложить в геологоразведку и положение поправится. Либо запасы разведаны и проедены. Похоже, что ситуация на англо-норвежских месторождениях Северного моря близка на сегодняшний день ко второму варианту. Вот в этом-то и заключается трагизм ситуации. В странах, основных потребителях, надежд на открытие крупных месторождений нет. Ни в Европе, ни в Японии, ни в США. Следовательно, уже в ближайшей перспективе 10-15 лет, значительная часть наиболее доступных для развитых стран запасов будет выработана. И доля стран ОПЕК, читая Персидского залива, в общемировых запасах существенно нарастет. Зависимость от поставок из этого региона увеличится и для Западной Европы, и для США, которые пока снабжаются в основном из других источников. Такой прогноз получается при учете трех параметров. Нынешние запасы, нынешняя добыча и нынешний темп восполнения. Причем даже без учета того, что новые месторождения даются все труднее и дороже, и их все меньше. Динамика запасов. Давайте посмотрим на распределение запасов нефти в динамике. Сначала, в самом первом приближении, то есть темпы, с какими будут расходоваться доказанные запасы, зафиксировано на 01.01.1996 года. Если объемы добычи по годам сохранятся, то на уровне 1995 года. Что от них останется к нынешнему моменту? И сколько будет оставаться потом каждые 10 лет? Таблица прогноза исчерпания известных запасов. Первая цифра это добыча. Вторая в 1995 году. Третья. Прогноз на 2002. Прогноз на 2010. Прогноз на 2020. Прогноз на 2030 год. Страна Великобритания. 588,1 добыча. 130 в 1995 году. Все остальные цифры 0. Норвегия. 1153,7 добыча. В 1995 году 140. В 2002 году 310. Все остальные цифры 0. Алжир. 1260,3 добыча. В 1995 году 60. В 2010 году 920. В 2020 году 460. Россия. Россия. 10400. В 1995 году. На 2002. 7600. 2020. 4400. 2060. В 2010 году. В 2010 году. В 2010 году. 11000. В 2020 году. 9600. В 2030 году. 7800. Соединенные Штаты Америки. 3076,3 добыча. В 1995 году. 330. В 2002 году. 1100. В 2010 году. В 2010 году. В 2020 году. В 2030 году. По нулям. Китай. 3287,7 добыча. В 1995 году. 2002 год. 2400. 2010 год. 1200. 2020. 2030 год. По нулям. Табличка. С одной стороны. Упрощена. Данные в колонках. Ежегодной добычи. И прогнозов. Округлены. До десятков. Миллионов тонн. Не учитывается. Новые. Ныне. Еще неизвестные. Месторождения. Конечно. Вероятность. Их открытия. Невысока. Маловато. Не исследованных. Но вдруг. Странно. Что в такой. Замечательной. Впадине. Как. Каспийская. Оказалось. Так. Мирового уровня. Под. Амазонской. Низменностью. Также. Предполагается. Что добыча. Сильно. Расти не будет. Это. Неправильно. Для некоторых стран. Китай. Например. Добычу. наращивает. И. И. В. И. И. Кризис. Вокруг. В. 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 Каддафи. В. 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 Тридцатых. Годах. В. 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 Лива. Да. Еще. Может быть. В. 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 В каких регионах мира, на каких странах будут сосредоточены внешнеполитические усилия США на ближайшие 10 лет, на 21 век. А может быть, они были там сосредоточены уже и в 20 веке. Зачем Западу Россия? Мы думаем, что в 20 веке Запад занимался в основном борьбой с коммунизмом. Некоторые считают, что под этим предлогом боролись с Россией. Оба соображения малоубедительны. Чего Запад боялся? Он же гораздо сильнее. Конечно, русский паровой каток в принципе не один раз мог раскатать Западную Европу. Скажем, году в 45-м. Но когда в истории Россия нападала на Европу, да и экспортом революции занимался только Троцкий. Но с победой Сталина и этот страх отпал. Можно в эти ужасы поверить, но некий наигрыш в странах Запада чувствовался. А если еще и сравнить реальный потенциал, наверное, кроме отвращения к коммунизму, а что? И у нас этим страдают. Так что уж им-то простительно. И русофобия. Тоже понятно, русские не долго, чтобы их все любили. Возможно, был и еще один мотив. Россия в версии СССР или Российской империи всегда стесняла кому-то свободу рук. Я думаю так. А прав ли я, увидим, когда эти самые руки будут совсем больны. То есть, нас собирались не ограбить в Третьей мировой войне, а убрать с площадки, чтобы не мешали. Договориться же, то ли не захотели, то ли не надеялись. А чем мы мешали? Приведу аналогии из истории Второй мировой войны. Весь мир знает Сталинград. Слыша это слово, немцы оплакивают свою мечту о мировом господстве. Другие восхищаются, некоторые задумываются. Оказывается, с русскими можно ругаться. Но драться всерьез не стоит. Но Сталинградская битва развернулась не из-за самого города. Причина была другой. Вы, уважаемый читатель, постоянно наталкиваетесь в тексте на всякие военные и боевые примеры. Наверное, подумали, что автор какой-то милитарист, чуть ли не патриот, не дай бог. Да нет, я вовсе не воинственен, хотя в случае чего в руке не дрогнет. Но люди моей профессии меньше всего хотели бы войны. Дело в другом. Вот прочитайте потрясающее описание сражений у станции Червленая, Северный Кавказ в августе 1942 года. Сделанное человеком вроде бы вовсе не по этическим по должности. Байбаковым. Заслуженный человек, многолетний председатель госплана СССР. В войну он был молодым сталинским наркомом. Я видел его из окопов. Две яростные массивные атаки немецких частей. Несмотря на плотный огонь нашей артиллерии и авиации, в результате которого избитая бомбами и снарядами поле было буквально устлано телами убитых и раненых, они не останавливаясь шли и шли. Падали и снова вставали, бежали, ползли с фанатичными от ужаса лицами. И выныривали возле русских окопов и расстрелянные в упор немцами бойцами. Как бы отброшенные на земь падали навзничь. На моих глазах были уничтожены несколько тысяч немецких солдат. Этого страшного зрелища мне никогда не забыть. Но именно вроде бы не поэтическим в действительности председатель Госплана должен иметь яркое воображение. Да, кстати, первый председатель Госплана СССР Крыжановский был поэтом. Он в частности автор слов знаменитой песни «Варшавянка». Помните? «Вихри враждебные». Но Байбаков не только поэт в душе. Он еще и человек практического склада. И описание сражения у него предварялось описанием цели. И каждая битва, и каждая война всегда цель имеет и серьезную. Не думаю, что бывают сражения идеологические или из-за престижа. Целью Гитлера в 1942 году была нефть. Нефть Северного Кавказа и Закавказья. Именно к ней рвались немецкие солдаты и не прорвались. Думаете, что Гитлер забыл при этом в Сталинграде? Конечно, взять город Сталина было бы хорошо. Гитлер был профессионалом в сфере воздействия на человеческую психику. Когда-то он был офицером по пропаганде. И, видимо, неплохим. Он понимал, что означают для людей символы. Недаром он был против таких названий для боевых кораблей, как Германия. Ведь в войне ничего гарантировать нельзя. Если враг утопит Германию, каким это станет ударом по духу воюющих немцев. Гитлер, помимо того, что ненавидел славян, еще их и презирал. Он вполне искренне считал их недочеловеками. А потому не верил в возможность поражения от СССР. Начиная войну, просто не задумывался над такой возможностью. Поэтому о психологических ударах по России он особенно не заботился. Ценность Сталинграда для Германии была в другом. Район Сталинграда самая критическая точка контроля над всем треугольником Волга-Дон-Кавказ. Взгляните на карту. Даже сейчас, если не дай бог какое-то обострение с нашими западными державами, друзьями, сложно ли им изолировать этот район, разбить всего несколькими томогавками мосты в Ростове, Волгодонске, Волжском и на Волгодонском канале. И как нам подвозить на Северный Кавпаск потребление и материалы? Им можно даже не тратиться на мосты Астрахани. Железная дорога туда частично проходит через, сейчас по территории иностранного государства, дружественного нам. Но и США тоже, в случае чего, она может занять позицию нейтралитета. И согласно международному праву, не будет пропускать через свою территорию военные грузы. Чем блокирует не только ветку к Астрахани, но, кстати, и Транссиб. И экспедиционный корпус, высадившийся на Таманском полуострове при соответствующей авиационной поддержке, легко может контролировать эту территорию, лишив нас выхода и к Черному, и к Каспийскому морям. Получится что-то вроде Крымской войны. Когда мы не смогли сбросить в море сравнительно небольшой западный десант, просто потому, что английский океанский конвейер подвозил гораздо больше пороха и снарядов, чем наши телеги, запряженные валами. Именно так снабжалась наша армия в Крыму. Но это так, в порядке бреда. Вернемся, к примеру, со Сталинградом. Немцы в 1942 году рвались не в Сибирь. Нефть им была нужна Пазареса. Нефть Моздока, Грозного и Баку. А обеспечивала фланг этого рывка за нефтью как раз 6-я армия Пауруса. И когда в Сталинграде все стало ясно, немцы даже не пытаясь зацепиться на достигнутых рубежах, в хорошем темпе покинули Северный Кавказ. Догнать их нам удалось только под Харьковом. И все военные историки сейчас соглашаются. Редкий случай, что немцы очень умно сделали, что не стали дожидаться Большого Сатурна. После завершения Сталинградской операции мы планировали ударить вниз к берегу Азовского моря и отрезать всю Северно-Кавказскую культуру гитлеровцев. Завершу на этом аналогию. Россия не была главным призом в большой игре 20 века. Делили нечто иное. И мы не были полноценным игроком. Посмотрите сами. В год слаборазвитые страны платили своим кредиторам развитым странам на сотни миллиардов долларов больше, чем получали от них помощи. Объемы вывоза биомассы из развивающихся стран в развитые далеко превосходят то, что было в колониальную эпоху. Разве мы так умеем? Мы даже не поняли, что разыгрывается, но на всякий случай нас убрали из-за стола переговоров. Мы постоянно мешаем, хотя бы тем, что нависаем над флангом. В 19 веке, при продвижении царей в Среднюю Азию, для нас совершенно бесприбыльным тогда, англичане беспокоились за жемчужину в короне империи – Индию. Индийским князьям царь мог показаться привлекательней английского колонизатора. Когда существовала советская власть, капиталистам Запада приходилось больше платить своим рабочим, чтобы они не проникались ненужными идеями. Сейчас об этом говорят открытым текстом, когда обосновывают снижение реальной зарплаты. А в наше время ночным кошмаром для Запада стала маловероятная ситуация. Вдруг Россия займется отстаиванием интересов сырьевых стран, даже с остатками своего военного и экономического потенциала. Пока этого нет, но Запад хорошо знает правила – важны не намерения, а возможности. Намерения меняются легко, а возможности – медленно и трудно. Поймите, если очень нужно, целые страны не останавливаются ни перед чем, даже перед войной. Конечно, если есть возможность, то войны все стараются избежать, даже Гитлер. Но когда избежать нельзя, то военную силу применяет и Алексей Тишайший. Все эти воинственные прибамбасы в тексте книги появились, потому что я хотел бы донести до читателя одну мысль – не престиж, не глупость чаще всего бывают причиной войны, а интерес. И еще, каких-то целей военным путем обычно пытаются добиться не нищие и слабые, напротив, сильные и богатые. Они хотят стать еще богаче. Александр Македонский не был так уж беден, он был гегемоном победной Греции. И его современник Цинь-Ши-Хуанди был князем богатого Цинь. Но и к тому и другому хотелось повелевать миром. Они совсем немного разминулись и не встретились в Средней Азии, о чем историки до сих пор плотоядно жалеют. Поэтому и сейчас вряд ли проблемы для мира создадут Афганистан и Буркино-Фасо. Их организуют более богатые, сильные и культурные страны. Но вернемся в наше время. Новому президенту США Бушу-младшему ставят в вину его решение начать добычу нефти в национальных парках. Даже наши его за это критикуют. Мол, московские, высококультурные и шибко образованные журналисты знают, что значит национальный парк для Америки. А американский президент не знает. Боюсь, что не так. Буш вполне американец. По-моему, он хорошо представляет себе, что нужно, а что нет его избирателям. А также, чего они хотят и не хотят. Более чем 100% президент. И не в первом поколении. Сейчас в мире немногие государства имеют правителей, сыновей предыдущих правителей. Если не считать особ королевской крови. То таких стран всего три. Корейская Народно-демократическая Республика. Сирия. И США. Уж кто-кто о семья Буши в домашней птице разбирается. А раз уж Буш-юниор допускает возможность нефтедобычи в национальных парках, значит жареный петух уже хорошо различим на горизонте. Во всяком случае, такие решения на подобном уровне не возникают на пустом месте. И не являются результатом плохого пищеварения. Они могут значить лишь одно. Доказанные запасы США не просто запасы меньше, чем на 10 лет. Это еще и последние доказанные запасы. В Канаде разведанных к середине 90-х ресурсов хватит даже меньше. До середины 2003 года. Но есть тонкость. Если на территории США маловероятно пополнение доказанных ресурсов, разве что где-нибудь на Аляске, то Канада исследовано меньше. То есть, года так до 2010-го хода бедной добычи в Канаде продолжится. Что потом, когда добыча в США и в Канаде резко упадет? Произойдет ли пропорциональное сокращение потребления в США или дефицит восполнится поставками из других источников? Вероятнее второе. Под воздействием повышенного спроса и, значит, теоретически высоких цен, произойдет рост добычи в других странах-поставщиках, работающих на американский рынок. Это Мексика, Венесуэла, Нигерия, Персидский залив. Но все эти поставщики находятся в несравненных условиях. Мексика входит в нафто, в североамериканскую зону свободной торговли. Правительство этой страны не имеет права вмешиваться в работу нефтяных компаний, действующих на мексиканской территории. А Мексика не член ОПЕК. То есть, нефть Мексики, она, конечно, мексиканская, но не вся и не совсем. ТИНА Вы думаете, слоган «Перестройка нет альтернативы» российское изобретение? Господь с вами. Это рабский перевод английского выражения «Transformation is not alternative». Настолько известного во всем мире и даже тривиального, что его пишут просто аббревиатурой ТИНА. Вы думаете, что это России только так не повезло вследствие какой-то нашей слабой самовольности и так далее? Да нет, утешьтесь и не комплексуйте. Мы плывем вместе со всеми в едином всемирно-историческом процессе. В Мексике в рамках этой ТИНы в 90-е годы произошла такая история. Там пришел к власти президент Карлос Солинас де Гарнари и начал радикальную экономическо-политическую реформу, прозванную на Западе Солинастройкой. Приватизация, отмена квот и тарифов, то есть отмена экономической самозащиты и так далее. Нужно ли говорить, что все это происходило в строгом соответствии с рецептами МБФ? Солинас некоторое время получал все перечисленные и важные для политиков такого ранга и типа знаки «Внимание», «Человек года», портреты на обложках экономических журналов. В окончании срока правления он планировался на пост президента ВТО, Всемирной торговой организации. А в конце 1994 года грянул кризис. Бегство капитала, девальвация ПЕСО, США и МВФ собрали срочный пакет помощи в 52 миллиарда долларов, даже с нарушением устава МВФ, только чтобы предотвратить полную катастрофу. Но все равно мексиканцы потеряли треть жизненного уровня. Всего через год после пика славы Солинас, уже не президент, а изгнанник, находящийся в международном розыске среди выдвинутых против него обвинений. Служебная некомпетентность в Мексике считается преступлением. Дикие люди. Но к нашему повествованию имеет отношение следующее. До кризиса госсектор Мексики не имел крупных долгов. А после кризиса прибыль от продажи нефти стала перечисляться на счет в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке, контролируемом США. По сути Мексика потеряла контроль над собственной экономикой и своей нефтью. И это интересно. В африканской Нигерии несколько ранее произошла очень похожая история. Схема та же. Структурная перестройка по рецептам МВФ, закономерный крах, стабилизационный кредит МВФ, экономика переходит под американский контроль. Пример Нигерии я приводил давно, но раньше воспринимал его просто как доказательство пагубности рецептов МВФ. Даже испытывал чувство жалости к экспертам этой уважаемой организации. Вот думал, находятся люди в плену окостеневших доктрин. Такие неудачи по всему миру. Но тогда вопрос нефти был для меня где-то на периферии. Внимание, я даже не знал, что Нигерия один из основных экспортеров нефти в США. А сейчас уж не знаю, что и подумать. Так ли уж эти ребята интеллектуально убоги? Тем не менее, до сих пор можно услышать от критически настроенных экономистов такие заключения. Экономическая политика МВФ по решению долговых проблем стран третьего мира. Провалилась. После проведения либеральных реформ долги бедных стран выросли астрономически. В 1981 году, перед тем как кризис официально начался, долги бедных стран составляли 750 миллиардов долларов. К 2000 году долг бедных стран, богатым, составил более 2 триллионов долларов. Чентуридзе признак глобализации бродик по миру. Ничего себе экономическая политика МВФ провалилась. Да вы попробуйте, приведите другой пример столь же успешной коммерческой операции. Только страны Африки, Южнее Сахары, платят по обслуживанию долга 10 миллиардов долларов ежегодно. И все за просто так, ничего не получив. И выхода у них, у бедных стран нет. Откажитесь от либеральной доктрины, даже просто попробуй предохраниться от какого-нибудь своего африканского гайдара. И рано или поздно попадешь в изгои. И в Персидском заливе есть страны, клиенты США, чьи правители обязаны американцам своими креслами. Хоть они и члены ОПЕК, но американцев в беде не бросят. За справедливую цену, конечно. Страна Мисс Вселенная Весьма интересна позиция Венесуэлы. Ее легко смоделировать. Знаю отношение штатов к нынешнему правительству. Это небольшая страна, но великая нефтяная держава. Еще Венесуэла славится большим количеством Мисс Вселенная. И нынешний ее президент Уго Чавес, также известен всему миру. Кто считается крупным политическим деятелем? Кто нет? Конечно, легко было стать великим Александром Македонскому. Не каждому папа оставляет наследство обученную фалангу и гегемонию над Грецией. В некоторой степени и Мао Цзэдун, знаком почти каждому землянину, потому что был лидером Китая. А не Таити или Гаити. Даже Сталин, если бы остался в независимой Грузии, мог быть известен не более, чем Гамсахурдия. И если мы попробуем определить калибр политического деятеля, учитывая откуда и с какой страны он родом, то, конечно, величайшим политическим деятелем закончившегося века окажется Фидель Кастро. Его базой был крошечный перенаселенный остров, где на одного жителя приходится меньше гектара общей площади. Где из природных ресурсов к началу его правления были только климат, океан, мулатки и близость к США. Тем не менее, Фидель заставил весь мир уважать и себя, и кубинский народ. Кастро выдержал беспрецедентное давление самой сильной и богатой страны мира и пережил уже 9 американских президентов, каждый из которых с удовольствием порвал бы Фиделя в клочки собственными руками. Но оказалось, что его с хвоста не заклотнешь. Куба стала первостепенной мировой державой не только на полях сражений последней трети 20 века, гоняя по ним не только сомалийцев и унитовцев, но и южноафриканцев с американскими советниками. У себя в Латинской Америке она несомненный лидер в организации здравоохранения, да и не только в регионе. Как пишет Карамурза, рыболовецкие суда всех стран старались держаться на промысле не вдалеке от советских или кубинских судов. На всякий случай, потому что только у нас и у кубинцев были врачи. И на Олимпиадах Куба была среди великих держав, как и вооруженное вторжение американских наемников в заливе свиней, так и первая встреча по бейсболу американской и кубинских команд. По бейсболу закончились с одинаковым результатом. Думаю вообще победы соцстран в Олимпиадах были более весомой причиной для США, чтобы бойкотировать Московскую Олимпиаду, чем даже вторжение в Афганистан. И мы сделали большую глупость, не приехав в Атланту. Впрочем, это я к слову. Симметричные ходы даже в шахматах быстро приводят к поражению черных. Поэтому Кастро, несмотря на неудовольствие северного соседа для всех национально ориентированных латиноамериканских лидеров, бесспорный образец. Не любят его лишь гориллы, поставленные в власть американцами. Странно, да, но горилл зато не любят сами латиноамериканцы. И венесуэльцы традиционно не ссорились с революционной кубой. Если же учесть весовые категории участников конфликта, то можно сказать, венесуэльцы просто плевали на США. Братки поддерживая Кубу. Поставляли на Кубу нефть, при том, что до сих пор любой корабль любой страны, хоть однажды замеченный в кубинском порту, не допускается в США. Сейчас там президент Уго Чавес, довольно типичный руководитель Латинской Америки, бывший спецназовец. Но это политик не регионального, а мирового уровня. Он из тех, кто пытается воспользоваться божьим даром на пользу своей стране. И хорошо понимает, что торговля сырьем в современном мире приносит выгоду потребителю, а не продавцу. Есть такой закон практической экономики. Единственный способ изменить такую ситуацию торговцам нефтью, координировать усилия. С этой целью Уго Чавес пытается объединить нефтепроизводителей вокруг ОПЕК. Был с визитом даже у нас. Понятно, что единственным общим у наших стран, кроме побед на конкурсе Мисс Вселенная, может быть только нефтеторговый интерес. Понятно, что раз мы торгуем сырьем, то и должны сотрудничать с продавцами сырья. Может быть, образуя своего рода сырьевой или хотя бы нефтяной интернационал. Сам этот термин принадлежит молодому российскому политику депутату Государственной Думы от Волгоградской области Ищенко. Он от имени небольшой группы депутатов вносил в Государственную Думу проект закона о национализации сырьевого экспорта. Но понятно, с какой поддержкой Госдумы и президентской администрации этот проект встретился. Чавес как раз один из деятелей такого интернационала. Пока нефтяной интернационал не очень успешен, сама ОПЕК довольно рыхлая организация и руководство там того. Семья-то то ли нынешнего генерального секретаря, то ли президента ОПЕК постоянно проживает в США. Ее члены малодисциплинированные и ради своего эгоистичного интереса могут и нарушить согласованные квоты, и шантажировать организацию, требуя увеличения собственных квот. Но главной причиной малой успешности служит наличие нефтяных экспортеров, не членов ОПЕК. Они отказываются придерживаться согласованной политики, выбрасывают на рынок дополнительное количество нефти, чтобы не росла цена. Главными штрихбрейхерами в последние годы поступали Россия и Норвегия. Трудно понять, исходя из интересов России, зачем добиваться снижения мировых цен на нефть. Такое поведение было бы объяснимо, если бы мы принадлежали к западному миру. Но вернемся к Венесуэле. Весной 2002 года там произошли события, которые нельзя объяснить, если не знать о критической ситуации в нефтяном обеспечении США. В Венесуэле забастовали нефтяники. В столице Каракасе произошли демонстрации вроде бы рабочих, закончившиеся столкновениями демонстранцев с охраной президентского дворца. Охрана открыла огонь, появились жертвы. В этой ситуации среди военных нашлись силы, сместившие Уга Чавеса. Он был отстранен от власти, арестован и отправлен под стражей на одну из военных баз. Власть перешла к Временному правительству. У нас такие органы принято называть по-латиноамерикански хунта. Присяги был приведен временный до новых выборов президент Педро Кармона. США и Испания выступили с призывом отнестись к событиям в Венесуэле с пониманием, как к свершившимся фактам. При чем тут в этом грязном деле Испания? Испания для многих стран Латинской Америки обладает большим моральным авторитетом. Это страна-мать. А то, что испанцы завоевали южноамериканских индейцев, помнят как далекую историю. А что над мировой державой испанского языка не заходит солнце, знают и сейчас. Мы-то живем в довольно большой стране. Трудно поставить себя на чужое место. Но мне кажется, что жителю страны малой тоже хочется чувствовать себя в какой-то большой общности. Как-то отдыхая в Крыму, я постоянно смотрел испанский спутниковый телевизионный канал. Он, конечно, провинциален, но чувствуется, что и его работники, и зрители рады возможности слушать людей различных рас и континентов, говорящих по-испански. Ведь возможность высказываться, чтобы тебя услышали, это желание каждого. Я говорил с одним лимоновцем, упрятанным властями Латвии в тюрьму за какую-то акцию ненасильственную. Нужно сказать, но он не держит на латышей зла и даже наоборот сочувствует. По его выражению, сейчас им даже некому пожаловаться, что они плохо живут. Вот именно речь не идет о помощи в современном мире, никто никому не помогает. А некому даже сказать о себе, кого сейчас заботит Эстония или Киргизия, кроме Госдепартамента США, которому они, кстати, тоже совсем не интересны. Вот потому позиция Испании, хоть и не сыграла какой-то роли в судьбе Пуча, но могла сыграть. А роль США в современном мире и без того понятна. Потому Испания поддержала, по сути дела, военный переворот. Нет сомнения, под нажимом США. Любой страной, если у власти социал-демократы, США легко управляют. Это ведь своеобразные люди, социал-демократы. Они, если не по личным качествам, а так сказать, функционально предатели. Зачастую они выходцы из рабочих и призваны управлять рабочим классом, так, чтобы он жертвовал собственными интересами в пользу капиталистов. Потому и в международных отношениях социал-демократы склонны предавать национальные интересы, консерваторы мыслят и действуют более жестко. Но почему сами США поддержали государственный переворот? Ведь считается, что США в последние десятилетия провели демократизацию Латинской Америки, убрали от власти наиболее одиозных каудильо, которых зачастую сами в свое время и назначили. Видимо, есть тому причина. Она будет немного понятнее, если послушать описание тех же событий, сделанных человеком не чуждым нефтяного бизнеса в его современном российском варианте. Чавес решил поменять менеджмент в государственной нефтяной компании, потому что они снюхались с американцами. Те забашляли профсоюзникам и военным, профсоюзы вывели на площадь рабочих, а военные арестовали Чавеса. Но убить ли? Тут стоит ненормативное слово, смысл которого забоялись. Да, похоже на то. Оказалось, что в конкретных условиях Венесуэлы, союз продажных генералов, вороватых госчиновников, коррумпированных профбоссов, алчных капиталистов, ворвачей и пролетариев и американских спецслужб оказался не способен сместить одного единственного президента. В голливудских фильмах в таких случаях говорят. Упс. Ну и что, что единственная сверхдержава мира признала переворот? А венесуэльские десантники не признали. Не знают уж, каковы они на войне, но Венесуэла не зря их кормила. Эти ребята оказались достойны своих мест вселенной. И хунтисты не решились драться с наступающей на столицу десанторой. В заявку с приспущенными знаменами Чавес пообещал обойтись без крови, хотя за государственный переворот по-хорошему полагается расстрел. Американские журналисты объявили, что будут жестко контролировать соблюдение гражданских прав Уга Чавеса, особенно прав бывших хунтистов. Кто б сомневался. Ослиные уши США торчали за каждой акцией путчистов. И эти демонстрации, на которых у каждого участника явственно просматривается приклеенная к колбу 20-долларовая бумажка, Да видали мы их в Белграде и в Минске и много где еще. Эти чиновники из государственной нефтяной компании со своими отпрысками в американских университетах и недвижимостью США, эти генералы, просеянные в свое время через сит американских военных колледжей, больше всего Чавеса возмутило присутствие американских транспортных самолетов, которые он увидел собственными глазами на базе Ла Арчилла, куда его отвезли под комбоем. То ли американцы почему-то не боялись, что Чавес проговорится и ошиблись. То ли обычный в подобных ситуациях бардак, но прямое участие в перевороте американские военные это по меркам Южной Америки нонсенс. Дальше ехать некуда. Не расстрелял Чавес путчистов не потому, что пожалел. Государственный деятель должен делать то, что на пользу государству. А тяга к переворотам, если нет угрозы жизни путчистов, может усилиться. И не из-за боязни тронуть американских лакеев, человек он достаточно бесстрашный. Думаю, он разглядел в незадачливых любителях переворотов остатки совести. Почему они действовали нерешительно и не пошли до логического конца? Единственная причина, понимали, что Чавес действует в интересах Кунисуэлы, а они нет. И большинство людей все-таки не хотят служить чужим хозяевам, как их не приручает. Даже если иностранная держава помогает своему клиенту стать правителем, он всегда хочет быть хозяином. И только и ждет подходящего случая исключения редки и горя стране, в которой на троне окажется такое исключение. Ведь и командиры десантников, скорее всего, обучались США, как и офицеры армии большинства стран мира. Да и у нас до сих пор действует соглашение о сокращении стратегических вооружений. Кто следит за их соблюдением? Американцами там США. Наши офицеры. Не удивлюсь, если окажется, что эти майоры и подполковники – сыновья и зятья генералов. Дело житейское. Длительная командировка в США в наших условиях позволяет сильно поправить благосостояние. А американцы надеются немного промыть им мозги. Потому и осуществляют многолетние и вроде бы бесприбыльные программы по обучению чужих офицеров. Но если отрешиться от вполне понятной зависти, вводи плохо в США съездить в командировку, это же не на свой страх и риск, не в придорожном мотеле тарелки мыть, то легко понять, никто из этих генералов и офицеров не будет действовать в интересах врага, если будет четко представлять интерес своей страны. Вот венесуэльцы, видимо, свой интерес и представляют. Раз мы продаем нефть, значит, нужно, чтобы она стала дороже. Кто из президентов этого добивается? Тот наш президент. Чавес удержался, но теперь ему не позавидуешь. Сила государственной машины в ее бездушности. Она год за годом, десятилетия за десятилетием вращает свои шестеренки в выбранном направлении. Сменяются президенты, уходят чиновники, а машина работает. И даже революции не могут ее разрушить до основания, как сейчас выясняется. На удивление многих осталось даже в советской машине от царской. Горючим же этой машины служит государственный интерес. И Соединенным Штатам Америки нужен свободный, без неожиданности, доступ к восьми венесуэльским миллиардам тонн нефти. Такой же, как к мексиканским. Ведь это продлит привычную американскую жизнь на восемь лет. Государственная машина США будет продолжать пережевывать своими зубчатыми колесами тех, кто пытается ей противостоять. Теперь в шестеренки попал Уго Чавес. Сколько он сможет этой машине противостоять? Фидель Кастро сопротивлялся ей 40 лет. Помните, как наши российские подшакальники радовались, что лишат Кубу российского рынка сахара? Как объявляли, что кубинские мигранты завалят Россию дешевым сахаром из Майами? Как с тех пор выросло наше благосостояние, мы знаем. А вот Фидель удержался без наших поставок. Ему и американские президенты не страшны. А уж эти-то, за то, как звонок, был ответный щелчок. Старик-революционер и здесь извернулся, сыграл на поле наших реформаторов и привлек за последние 10 лет на Кубу иностранных инвестиций, сколько нашим привлекателям и не снилось. Но сколько же эта борьба стоила? Сколько бы могла сделать Куба без американской блокады? Кто-нибудь, кстати, помнит, а из-за чего она блокада-то? Да можно и не стараться. И в терроризме обвиняли, и в нарушении прав человека. Но если не вдаваться в подробности, то главная причина – злоба США, что Фидель не дал себя свергнуть. Что будет с Кубой, когда Фидель уйдет? А сможет ли бороться Чавес так же, как Фидель? Вы, конечно, можете подумать, что Фидель без советских ракет для США не опасен. Ошибаетесь, он плохой пример. Это хуже, чем ракеты. А Чавес со своими 8 миллиардами тонн держит косов за гланды. Так и не так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!